Вагимян Ашот Юрьевич, тренер команды КСШ Победа. Ну, я не знаю, что сказать. Это какой-то блокбастер, честно. Американский, наверное, или российский, да, с таким приятным привкусом. Хоть и ничья, но она на вес золота. На вес золота, я вас поздравляю. Расскажите эмоции свои об этой игре. Спасибо. Ну, на самом деле, это под занавес первого круга та игра, от которого я действительно получил и удовольствие, и удовлетворение от содержания игры. Я хочу сказать, что мы находимся, да, в самом низу турнирной таблицы, но честь нам делает только одно, что другие тренеры тоже в интервью замечали после матчевых, я как бы когда ожидал, слушал, о чем говорят, что эта команда, несмотря на то, что находится внизу, все равно не паркуется у себя в штрафной, не отбивается, не выбывает мяч, старается играть в футбол, ищет счастье на встречных курсах в атаке. Как получается, плохо или хорошо, это уже другой вопрос, над этим мы будем работать все время. А сегодня это показало, что если мы будем двигаться в таком направлении, обязательно успехи, результаты будут, и победы тоже. Сегодня мы играли с одним из лидеров нашего чемпионата, бронзовым призером прошлого турнира по восьмому году. Вдвойне приятно, что мы у такой команды смогли отнять очки, тем более, проигрывая 0-2, проявили сегодня настоящий такой блокбастерский, как ты сказал, характер, вернулись в игру и смогли отыграться на четвертой добавленной крайней минуте. Очень приятные эмоции, самые положительные, приятно уходить в отпуск, на каникулы в таком настроении. Надеюсь, что на таком позитиве мы сможем начать и вторую часть чемпионата, тем более у нас будут усиления, надеюсь, они нам помогут набирать очки. Скажите, Сааков, у него был сумасшедший момент в первом тайме и очень крутой игрок, честно, я вот сколько комментировал, сколько смотрел за вашими играми, он действительно, я не хочу никого обидеть, но он, на мой взгляд, выделяется в составе вашей команды своими индивидуальными действиями. Что с его реализацией? Заби он в первом тайме, возможно, я не буду там, да, я не буду каких-то пророчеств там говорить, возможно, счет был бы другой, да, и, возможно, вы бы одержали эту победу. Что с его реализацией? Два выхода в один в один в первом тайме, хороший выход там, ну, с угла немножко, да, во втором тайме, что происходит с Сааковым? И потом он забивает два сумасшедших гола. Вот как это? Прокомментируйте, пожалуйста. Ну, я думаю, что это недостаток его все-таки опыта на таком уровне футбола. Я думаю, что он по ходу второго круга наберет, я в него верю, у него есть большой потенциал. Я думаю, что он мог обратить даже, несмотря на не самую яркую игру в первом круге, на себя внимание других более сильных школ, которые могут нам сделать предложение по нему. Вот, поэтому я думаю, что вот сегодняшний матч многим, так же, как и Саакову, даст повод пищу думать, что они достаточно хорошие футболисты и они могут играть на этом уровне. И волнение, вот это все уйдет. В первую очередь у Саакова, я думаю, связано с этим. Это недостаток игрового опыта на таком уровне. И где-то вот ребята раскрепостились и в этой игре, в прошлом туре с Дагестаном стало получаться, потому что, ну, нужно было время, нужно было терпеть, нужно было не опускать руки. Я думаю, Саакову и остальным ребятам надо просто расслабиться, раскрепоститься, как сегодня поиграть в футбол, атакующий, не бояться брать на себя ответственность, не бояться брать на себя, ударить, когда есть у тебя хорошая возможность. Не усложнять себе, не бояться убегать куда-то там от ответственности, да, там, отыграться кому-то другому. Я вас поздравляю с этой ничьей. Спасибо большое. Удачи. Баташев Артур, игрок команды КСШ Победа. Артур, ну, это было блестяще. Я поздравляю вас, честно, хоть вы и не выиграли, да, но учитывая то, как обстояла игра, как она развивалась, проигрывали 2-0 и сравняли на 95-е, но это браво. И расскажи свои эмоции об этой игре и могли ли вы одержать победу в ней? А, спасибо большое. Могли, конечно, там многие факторы посодействовали тому, что не смогли забить. Так, могли еще много забивать, но по воле Всевышнего так получилось, что ничья. Все равно какие-либо очки под конец первого круга красиво, я считаю, точку поставили. Мы могли еще забивать. Скажи, ты вот говоришь, поставили точку под конец первого круга. Чего ждать от КСШ Победы 2008 года во втором круге? Сейчас будем тренироваться на сборы, поедем. Ну, отдохнем чуть и на сборы поедем. Будем усердно тренироваться и дальше по воле Всевышнего, если получится, будем уже выигрывать. Спартак-Нальчик следующая игра. Надеюсь, все получится и будем забирать свои очки в конечстве. То есть нам ждать победы первой в Нальчике, правильно? Ну, да, вам желательно ждать ее. Не буду в седьмой год. Да, так пойдет, да? Да, так седьмой год не буду обещать. Но желательно ждать, да. Помнишь, да, ты смотри, все-таки, красава? Позовите его сегодня. Обязательно позовем. Скажи, напоследок, кто такой Бабай? Бабай – это Валерий Бабаев, наш центральный полузащитник. В прошлой игре Слудский руку сломал в стыке. Вот, мы ему пишем, что мы с тобой. Блин, ну это круто. Поздравляю вас с ничьей, такая ничья с привкусом победы. Огромное спасибо вам. Поздравляю. Булатов Ренат Рустамбекович, главный тренер команды «Динамо Дагестан». Ну, прокомментируйте, пожалуйста, эту игру. Понятно, что обидно, да, в конце пропустили. Все-таки были ли положительные какие-то моменты в этой игре, положительные эмоции до 95-го минуты? Ну, положительные моменты были тоже, что счет 2-0 – самая опасная в игре. Это и был положительный момент. Мы не умеем играть при этом счете. И в целом сегодня немножко достаточно слабо сыграли. Это нам будет уроком, да, немножко выхолочили на смесь у нас. И, к сожалению, кадровые потери тоже есть. И я думаю, тут все одно на одно накопилось. Скажите, связана ли вот эта ничья сегодняшняя с тем, что недооценили соперника все-таки на 14-м месте на поисках США победы? Или все-таки какие-то другие факторы на эту победу? Я как раз перед матчем даже ребятам говорил, что у нас был в прошлом году случай, когда мы проигрывали последнее место и потом вырвали победу на выезд. К сожалению, мы не можем играть строго по счету. И эти моменты у нас присутствуют. Недооценки ни в коем случае не было. Мы, в принципе, старались донести до ребят, что здесь вопрос большей психологии для нас состоит в том, что умение играть при счете мульной, при счете 2-0, и как уметь контролировать, как мы разгоняем атаки, на бровь притормаже. Очень важная ситуация, как мы ведем саму игру, как мы собираем ритм игры. Здесь мы, к сожалению, не смогли этого сделать. Но что я думаю? Не хочу говорить про судей, но на 6-й добавленный минути забор. На 2-4, а на 6-й будет забор. Такая небольшая процедура церкви. Скажите, пожалуйста, последний вопрос. Чего ждать от Динамо Дагестана во втором клубе? Нет, у нас мы развиваем футболистов. И нам это максимально важно, чтобы футболисты, конечно, у нас появлялись хорошие красные звездочки. И очень важно, чтобы они именно в командной игре росли. Командные взаимодействия сегодня были недостаточно на хорошем уровне. И мы стремимся, чтобы они впитали нашу философию в группу, что, главное, продвижение, захват пространства, а не менее находить ситуацию 2 в 1. Я думаю, это требование современного футбола и современной тенденции. Мы придерживаемся к тому, чтобы игроки сыграли на самом высоком уровне. Спасибо вам. Меджинов Магомед, игрок команды Динамо Дагестан. Магомед, ну, за твоей игрой я сегодня персонально наблюдал. Ты здорово подключался по правому флангу, просто бровку разрывал. Скажи, чего не хватило Динамо Дагестану для победы в сегодняшем матче? Я думаю, не хватило концентрации на последних минутах терпения. Может, некоторые игроки, хотя тренер и я как раз следую за тем, что это не до оценки, если это никак не было. Может, кто-то не настроился до конца. Уже до игры как-то неправильно себя проявил, фразивил в отеле. До оценки особо не было, но как получилось. Скажи, пожалуйста, при каком счете играть легче? 0-0 или 2-0 в вашу пользу в этой игре? Конечно, с 2-0 было легче играть, но, как тренер сказал, 2-0 это самый скользкий счет. Один забьет, второй тоже может залететь, вот как сейчас на последних минутах. До гола момент был там с попаданием мяча в руку. Ты видел этот эпизод? Шкафной? Да, у вас. Ну, намек, да? По крайней мере, арбитр еще показал, что не было руки. Ты видел этот эпизод? И там была рука, честно скажи? Я считаю, что там была опорная рука. Это был я, кстати. А, это ты, да? Жился под Катей, она как опорная у меня выступала. Попадание было, но она была. Все, я понял. Ну и последний вопрос сегодня такой, он уже традиционный получился. В конец первого круга. Чего ждать от Динамо Дагестана во втором круге? Будет ли бронза в этом сезоне? Не знаю, все по улице Всевышнего, как предписано. Она мешала будет, и золотая митая. Ушел этот ответ, ну ладно. Спасибо.